Так, короче, в любом случае нужно их здесь всех освобождать, и да, конечно же, всем привет. Попытаемся тактично здесь всех настучать по головам, никого не убивая там и так далее. Тихо. Никто нажал. А что ж тут хоть банка была? Так, вот так еще заряжаем. Но пользоваться мы этой игрушкой не будем, конечно. Единственное... Тихо. Я не нашел в прохождении пояснений, можно ли, в общем, этих чуваков убивать, но, как, вроде бы на... Это вы серьезно, что ли? Как, вроде бы нашел, но там указано только про несколько миссий. Касательно, например, вот этого блока подста, просто говорится, что освободить нужно этих рабов и не убивать тех, кто сдается. Блин, он сейчас сюда пойдет. Ну, иди сюда, зараза. Ну, конечно, ездить. Как? Вы, бля... Аааа... Газаааа... Не подумайте! Так, все пошло не по плану. Надо дождаться, когда этот гад вот прям уйдет, уйдет, и следом его прям третьим врубать. Плюс там сверху еще один говнюк стоит. Тоже не так уж это и просто. Хм, ну, есть у меня план, конечно, но он такой громоздкий немного для выполнения. Можно сначала дальнего наверху устранить. Можно вот здесь заныкаться. Нас здесь не видно. Давай-давай, уходи. Давай-давай, уходи. Ну, блин, попробуем. Вот так вот. Жаль, конечно, трупы таскать нельзя, чтобы их поныкать куда-нибудь. Так, и тут двое осталось еще. Ага, трое даже. Вот этот уходит периодически. Ну, визуально он выглядит как будто бы спит, и ничего не предвещает беды. Так, этот не спит, зараза. Тихо, 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 друг. Так, и остался последний. Говнюк. Прям идеально он подошел к нам. Ой. Я его не убил, надеюсь? Блин, очень надеюсь, что не убил, блин. Твою мать, а. А то я в него банкой-то кинул, блин, мало ли чё. Надо было лучше две минуты назад загрузить. Ну, сейчас посмотрим, если тут можно будет банку подобрать. Значит, успел ее кинуть. Блин, опять, опять. Так, письмо вождям. Этим письмом я, Арсен Мустафин, говорю тебе, подонок, который назвал себя бароном, что теперь вождь моего народа я, а не посаженный тобой предатель, и передает всего народа свободного каньона, что мы тебя не будем больше бояться и подчиняться твоим людям тоже больше не хотим. Хватит с нас, когда нас угоняют, как скота, забивают в рабство наших молодых и сильных мужчин и женщин. Мы теперь это не будем, боль. Мы терпеть это больше не будем. Мы все оружие возьмем, мы твоих собак погоним и убьем всех. Теперь ты бойся нас, потому что мы все за свободу теперь, и все умрем за свою свободу, если надо. И твое священное пламя нам не надо совсем. Убирайся из нашего дома. А мы никогда в твой не лезли. Арсен Мустафин, президент всех свободных людей свободного каньона. Так, а че там вот этот, которого забивали? Ну понятно. Ну, вы, типа, освобождены, там можете идти и все такое, как бы это. Ха, они все равно батрачат. Ну, я не знаю, как освободить. Я всех этих перещелкал за раз и, как бы, добавить-то мне больше нечего. Может только тому чуваку внизу сказать, что, типа, вот, все. Лавочка закрыта. А, во, да, нашел. Надо убираться отсюда. Зайдем к тому чуваку и поедем на тачке к следующей точке. Второй раз мы сюда поднимаемся. Ой, уперся в чувака. Ну, что теперь скажешь? Ну, не знаю, че им надо. Поехали дальше. Торфем, Тадамир, новое задание. На связь вышла местная жительница. Откинуть. Она находится на мыке и отбивает атаку бандитов. Если поможем, готова проезти нас в центре техники. Такую возможность отпускать нельзя, поэтому поможем. Но аккуратно. Выполняйтесь, конец света. Понял, аккуратно. Ну, аккуратно, так аккуратно. Опаньки, ловушеньки. Ловушенек мы еще не встречали по игре. Так, неплохо. Тут можно передохнуть. Так, там эти ебаки водятся. Так, я, наверное, на машине еще поближе подъеду. А что-то там не вышел. Ну, ладно. Всем слушать, барон говорить будет. Всем слушать, барон говорит. Вы, бля, бараны драны, а тушмару поймать не можете. А тушмару поймать не можете. Знаете, какие истории лоспады и про эту ведьму рассказывают. Но так, если вы и дальше будете в том же духе выступать, они на нее и молиться начнут. Короче, мне реально похер, как вы ее возьмете. Хоть весь остров сожгите. Но если без нее вернетесь, я из вас всех поп сделаю, поняли? Так, ну понятно, барон сказал. Ясно. А, он это, мертвый лезет. Ты умер? Отлично. А, нормально, до сны стоят, горят. Малява сыну. Ты за эту шкуру гуля интересовался? Что я знаю? Кто такая? Где взялась? Не знаю, что тебе до нее, но как сыну у меня есть, что про нее сказать. И даже много местные в самом начале еще пробовали с нами воевать. Но, понятно, без толку. Потому что барон сразу просек, что теперь у кого стволов больше, тот и прав. Ну и намутил себе больше всех. Ну и потом уже как сильнейший подмял все бригады поменьше. Один на один никто уже залупаться не рисковал, а объединиться у них не выходило. Никак не могли добазариться, кто паханом будет. Лохматые, что без колеса, по норам сидели, надеялись, что он сам куда-то уедет. А он никуда ехать и не собирался, а стал порядок тут наводить. Но тут местные рыпнулись было. Но куда там? Мы их как котят раскидали. Тогда они партизанить начали. Много лет по ночам всякое бывало. Поехали мужики на патруль, только за бархан скрылись, стрельба. Мы туда машины раскурочены. Мы туда, а машины раскурочены. Бойцы все мертвые. Кто, где, как, откуда, иди свищи. В горах их много пряталось. Те лохматые, что под бароном остались. Про них сказки сочиняли, песни пели, подкармливали их там потихоньку. Тогда про эту ведьму Гули услышал. Она соплюха еще была, но уже тогда жестокая тварь, каких мало. Кто к ней в руки попал, никакой пощады. Понятное дело, очень эта лохматым нравилась. Мол, девчонку совсем, а наших вон как режет. Ну, они про нее сказки и сочинять начали. Ну, барон не дурак, знает, что с таким делать. Стали мы заложников брать. По десять лохматых за одного нашего казнил. Решил, мол, в этом поселке дикарям помогают спалить поселок. Лохматые что-то знают, живым не уйдет. Перед тем все нам расскажет. Ну, ты сам знаешь, как оно делается. Скоро рабы уже их больше не боялись. Заметят Лохматого с кем-то с гор. Всю семью его под нож сразу. Доложил раб хозяину о том, что видел подозрительного человека. Вот тебе тройная пайка и от барона благодарочка. Начали нам этих уродов сдавать без счета. Да, мы и сами тогда уже научились их отлавливать по уму. И так годик за годом один за другим всех повылавливали. Сучка это Гюль. Один из самых, пожалуй... Ой, господи. Сучка это Гюль. Один из них, пожалуй, вообще последний осталось. Барон ее как поймает, на всю бригаду выставится. Зуб дает. Ты, главное, только при нем и не ляпни, что она, мол, ведьма. И ей колдовство от нас помогает уходить. Он такого не любит. Раз при мне до смерти тростью дурака поучил, чтобы лохмачьей сказки не пересказывал. Еще приговаривал. Это вы, дебилы, косоруки, поймать не можете. Вот херню такую и несете. Вот и все, что сам знаю. Ну, а где родилась, кто родители, мы так и не нашли тогда. А хорошо искали. Мамка тебе там ништяков передала. Так колбасу я порезал, чтобы все по понятиям. Барону, если интересоваться будет, от меня всегда уважуха и благодарочка. Ну, а мужикам, всем, кого знаю, жму краба. Блин, убивать-то нельзя эту скотину, а. Налетел как ненормальный, блин, а. Ой, далековато, ну ладно. Сейчас будем сохраняться по-человечу. Не подожгла, сука. Ай, больно как. Так, сохранимся. Тащи давай своего хозяина. Вот здесь неудобно лежать, очень хорошо. Не двигаться, собцы, больно получаться. Так, патроны забрал. Так, с этого подбирать нечего. С этого тоже это возьму. Благодарю. Замечательно. Это я тоже возьму. Какого хера мы тут торчит? Идем нашим, поможем наверху. Нам что сказано? Главушки все убрали. Это ж пары везли, как и дрожит. Сам перемене всеми пацанам и пловезь, сука. Да, вижу. Точно. Ну, задрало уже шарить по углам. Да и подорваться тут, как два пальца. Ну и вообще, все сработало уже походу. Трогать его не будем. Козлина, а. Ладно, в бошку ему успел пару пуль отправить. Мне вот интересно, засчитают мне или не засчитают стелс за то, что я одного нефтяника этого оглушил. Да, вижу, точно. Ну, задрало уже шарить по углам. Да и подорваться тут, как два пальца. Ну, падла, ловушек натыкало. Спросим створены за каждое. Что тут такое? Тихо, тихо. Ну-ка посмотрим поближе. Ты давай без фокусов. Блин, не видно. Эй! Как выйти? Тихо. Чё за... Может тут пройдем? Так, гасим все это дело. Ага, вот мы и наверху уже. Так, тут ничего нету. Ну, ладно, у нас башни лупит. Ну, они там ее в осаде держат. Это чё это такое? А, это небо, звезды просто такие. Хм. Ну, да, башни там. Вообще на глазах разваливается. Ладно, погнали дальше. Смотрим, что получится из этой авантюры. Стой! 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 Застрелю! Стой, дурак! Угу. 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 Как бы нам подойти-то к ней. Прикройте меня! Угу. Он с дверью идёт, смотри. Сейчас прийду к ней и зары. Давай-давай! Сюда иди! Да! Ещё ближе! Лови подарок! Похоже! Да, я лови подарок! Твою мать! Чё, чувака с дверью накрыли? Две! 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 Две, 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 две! Это за это порыве, сука! Ворон! Ворон! Только про ворон и говоришь! Почему он не здесь? Наверное, ворон слишком умный, чтобы сюда приходить! Бас послал! Тупо! Тупо послал! На убор! Рабы! Послушайте! Пошёл умирать! Ворон! На мой круг вам вишка! Свой обещал на леске! Свой рабы! Свой шлюпли! Свой рыбинка! Обещал, да? Только получать вы пуля в лоб, а не вы! Ворон! Так я заберусь! Придушу! Хромой пёс в его ногах! Засела шкура! Ни хрен до неё доберемся! Сколько мы всякого интересного на карте поотмечали! Взрыв час! Надо было! Сейчас рванули бы её нафиг! Угу. Да, будет нам чем-то заняться в любом случае. А мне вообще что надо сделать? Мне их надо всех может перебить? Да, вроде бы как бы нет. Хм. О, сейчас. Попробуем туда добраться. Ну, сейф! Ничего себе! А вы не ночью сюда пришли, да? Так, а как зайти-то сюда? Хороший вопрос. Ну, видимо, их всех глушить надо. Непарасно, они слепые в шары долбятся. И упорно меня не видят. Ух ты, какая игрушка интересная. Так, тут ещё где-то стреляет. Ага, вон. Это раб, по-моему, ну ладно, неважно. Блин, чё, кто-то где-то сзади ещё засел там, шмаляет? Да, вроде бы нет. И привет, да. Так, тут ничего нету. Так, вон там двое ещё сидят. Ща мы их щелканём по-быстрому. Ого, тут прям много сидит, аж трое. Снайперов надо было вызывать. Что мы тут с пукалками нашими населениями? Так, минус три здесь есть, и вон там ещё один заныкался. А, вон, вижу. Вернусь на вышку, нажрусь в тропотан. Чё творит, сука, чё творит? С дебовика ещё стреляет, ну даёт. Так, весь собак отопьём чай пить будем. Мэнси нет алтермин! Никто нет уже. Сюда иди, да. А, это Ланес! Он враг. Ты его убивал. Ты друг, думаю. Дверь выкину. Ты стой, я лифт опущу. Ну да, ведь всех надо было переклацать. Опускай давай. Я тут тебе вообще всё порешал, можно сказать. Так, у неё там вроде надо не забыть фотку взять ещё. Ты Артём, да? Проходи. Кто убил Мунай-Бай, мой друг. Мунай-Байлер, народ Гюль весь в кун. В рабы превратил. Меня так же хотел. Лучше смерть. Слышу хорошо. Ваш человек помог мне. Гюль в долгу. Но зачем вы здесь? Пять лет никто не приходил. Один Мунай-Байлер. Гюль, Нара, что вы знаете об антенах возле вашего маяка? Раньше до войны центр связи был. Мама работала офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны. Искал следы мамы. Ничего не нашёл. Брошен. Гюль, услуга за услугу. Мы помогли вам. Помогите нашему человеку попасть внутрь. Хорошо. Я помогу. Артём, надо найти архив. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за послевоенный период. Только свежие. Года с 2013. Дамир скоро будет там. Можешь на него рассчитывать. Конец связи. Если идти сейчас надо, пока новый мунай-собака не приехал. Рабочий верстак. Если надо, пользуйся, да? Там всякая опасность может быть. Умный человек не ходит. Ты умный. Но у тебя выбор нет. Сейчас я у тебя тут ещё смотрюсь. Ну, слушай, у тебя тут весьма лампово. Так, а где фотка, которую нужно подобрать? Она здесь или не здесь? Или я, может, что-то неправильно понял? А, в бункере оно. Это дальше будет. Ну, всё, ок. Ладно, понял. Я задумал, что здесь. Поставить ли его дробовиком? Хороший вопрос. С одной стороны, весьма неплохой. Фонарь повышенной яркости. Давайте попробуем. Стабильность выше. Возьмём. Так, с тобой что делать? А, тебя можно только на этом пересобрать, что ли? Угу. Я-то думал, тебя можно пересобрать на любом верстаке. Хм. Ладно, хорошо. Ну, я думаю, патронов мне должно хватить, в теории. Особенно для дробовика. Почистил пуколки и на том хорошо. Готов? Нет? Скорее тогда. Торопись, да? Так. Так. Вон там что-то есть ещё. Ну-ка, давай ещё раз. А, там мы освободили всех. Там мы были. Были же? Ну-ка, там мы были. Ещё и черепами помечено, видимо, то, что мы там всё зачистили. Не совсем понимаю, легенды карты не хватает. Подожди, дорогая. Дай-ка ещё я тут прогуляюсь. Ну ладно, вроде бы всё, что можно, я пометил. Погнали. Да, война красиво был. Море был. Пять лет мне был. Мама молодой был. Живой был. Теперь пустыня. Звери в уроды превращал. Люди в звери превращал. Народ Кюль в звери превращал. Не сам по себе. Нефтяной собака превращал. Море уходил. Нефть оставался. Старик умирал. Молодой оставался. Собак нефтяной слушал. Собака говорил. Он бог огня теперь. Молодой поверил. Пять лет война кончался. Мама умирала. Гюль один оставался. Так, ладно, давайте уже в следующей серии тогда пойдём на штурм бункера. Сейчас у нас тут сохранение пройдёт. Всё замечательно. Что быстрая загрузка. Он чекпоинт сделал. Так что, всем спасибо и пока.